Доброе утро, друзья, из Кисловодска. Посмотрите, какая у нас погодка. Снимаю через стекло, чтобы показать вам вот Биштау. Я вас дезинформировала. За деревьями показалась. Сама что-то думаю. Ну, как это так? Мы в прошлый раз видели очень хорошо. Вот Биштау. Видите, две вершины. Вид у вас из окна будет такой. Друзья, я иду на маршрутку поехать в деревню на рынок. Пушной рынок, да? где продают много вязаных вещей. Не знаю, как правильно сказать, понимаете? Коснозычи. Вот, значит, кто будет жить у Венеры и кто захочет поехать на этот рынок, доходите до центрального рынка. Я вам сейчас покажу. Проходите его насквозь. Барра. В уменьшенном виде. Типа брелочек. Четовар тут тишат. Или это язык. Рынок. Выходите на улицу. Параллельно той, которую вы пересекали. Выходите, поворачиваете направо и поднимаетесь вверх. Вверх, вверх. До первого поворота налево. Доходите до панорамы. Вот видите, по-моему, стоит уже маршрутка. Туда сейчас пойду спрошу. Вот такая маршрутка, но она уже полная. Вот эти люди тоже идут первый раз на рынок. И мы подождем следующий микроавтобус. Вообще, откровенно говоря, я не знаю, зачем я туда еду, но, наверное, ради любопытства. Ну, съездим, посмотрим. А чего нет-то? В прошлый раз мне советовали. Съездим. И вы знаете, мне не понравилось, чуточку попробовала кровяную колбасу, мне здесь не понравилось. Самое вкусное это в Адлере. Вот на том фермерской рынке, где я беру. Очень вкусно. Прямо рекомендую ее. Это нет. Поэтому я несла ее кормящей матери, которая вчера окоробом угощала, которую, но ее нет, спит. Спит. Ну, потаскаюсь с собой. Тут набралось 4 человека, и мы взяли машину. Машина стоит 500 рублей. Нормально. Довезет нас прямо до самого рынка. То есть, где-то по 130 рублей с человека. Это очень даже, очень даже хорошо. Сейчас меня проинформировали, что на автобусе билет стоит, ну, на маршрутке 75 рублей, но едет он больше часа, да, вы сказали? Больше часа и останавливается на, по пути там какие-то точки. Там все вот прям отсюда начинают сейчас. Да, и все будет собирать. Вот отсюда уже собирает. Ну, вот это тягостно, так скажем. Вот уже наша. так, ну, а на машине минут 30-35. Ну, 40, да? Это максимум. Это максимум. Как получится. Ну, ладно, в добрый путь, в добрый час. Вот сюда мы с вами ехали, приехали. Так, начинаются ряды. Ну, пока ничего не вижу такого. Ну, вот эти женщины, с которыми я ехала, говорят, раньше была забита уже вся дорога. стояли ряды. Сейчас никого нет. Ну, вот Учкикен, наконец-то, я прочитала, как правильно называется. Это Карачаево-Черкесская республика. Так, ну, пойдемте, посмотрим на мой рынок, да? Ну, пока ничего такого не вижу. Пушистого, вязаного. Медик продается. Ой, мед вкусный. Я вчера взяла в суток такой вкусный мед. Ладно, что-то будет интересное, покажу вам. 500-400. 500-400, а большие жилеты по полторы, да? А тут это какая шерсть? Ну, фух вот и полушерсть, такие нитки специальные. Все такие нитки. Ага. Это вот эти сплошная шерсть. Ага. Носки, да? Да, вот там сплошная шерсть. Ага. А это уже полушерсть такая. А с ветерок в какую цену? В 2000. В 2000. Очень хорошо связано. Ага. Красивенький. Это пух натуральный. Теплые, красивые жилеты, связанные хорошо, друзья. Но я в шагах полторы тысячи за такую работу и за само сырье. Ну, это очень дешево. У нас палантины дороже стоят, а не то, чтобы, правда, такие вещи. Но это вот на тепло, конечно. Даже для дома купить такую жилетку. Хотя у нас, господи, у нас тепло в квартирах. Ну, вот бывает, пока еще топление не включили, а уже холод, да? Можно на такое время. Да вообще вещи хорошие, господи. Или на работу кто ходит взять. Кто сидит там. Ох, какие кошельчики. Какие интересные. Вот. Вход в основной рынок. Как тут интересно. баранина лежит, да? Прям. Это индейка, я так понимаю. Ну, какая огромная, да? Огромнейшая. Знаете, топленое масло, добрище какое. 3000 всего. Но тут надолго, надолго хватит. А там сколько стоит? Сейчас я подойду к вам. А маленькая сколько стоит? Маленькая, это на 400 рублей. Ага. Сейчас я пройду. Плюс-минус. Ага. Куда вот это все брать, да? Я бы взяла с удовольствием, друзья. У нас грязный сыр. Ну, это брынза, наверное, да? Слушайте, ну, пробу, у них выдержанная. Сыр они называют. Или брынза. Выдержанный посолонее, а такой свежий, прямо практически без соль. Ну, все очень вкусно. Вот это козы, наверное, да? Ой, какой рынок хорошенький. Вкусненький. Это что такое? Жилет. Сиренький. Ага. 1500. Ой, вот этот мне нравится. Это мохер, да? Это да. Ну, тебе больше мохера. Да, лучше мохера. Ну, полторы тысячи, друзья. Ну, это вообще... Да, я смотрю пока. Хорошенькая вот эта. Шальки. А, цвет красивый, да? Жемчужина вот эта. Ой, боже мой. Посмотрите. Волосня какая. Обалдеть. Мамочка моя была бы жива. Я бы ее, конечно, купила. Это ее мечта. Ну, у нее шали были, но это, конечно... 3000. Так, а вот тут вот сколько стоит? Вот этот, допустим. 3800. 3800, да? Я так понимаю. 4400. 4,3. Это шарфики, да? А, или это кладки. Не вращают. Вот этой собаке я дам еду. Ну, свою там. Кровяночку. Чему я? Мелорастущий организм. Прямо это на меня остановился. Терпения не имела. И там кисочка была. Люди собрались. Да, эти кошки? А у меня же она, ну, как бы большая. А я ей кидаю. Он хватает, не дает. Поэтому пришлось разделить еще. Да, Тимон отвлекся. И кисы дала. Она молодец. Хватила и деру. Короче, накормила Лену. Маленько животных. Ну, не могу я вам сказать, что тут прямо все ломится от вязаных пуховых вещей. Кто-то мне сказал, что прямо выбор шикарнейший, огромный. Ну, видимо, раз от раза не отличается. И такие любят. Вот дома тоже укрыться. Будет, наверное, уютно, да? Или на работе на той же. Пятьсот рублей такая шаль стоит. С этих ниток. Ну, с этих ниткой, наверное, сильно не согреешься, да? Я так думаю, вяжется эта шалька быстро. Вся в дырах. Пятьсот рублей. Ну, тоже даром, я считаю. Сколько нитки стоят? Вот, что само изделие. Пятьсот рублей. Вот, допустим, носки. Супер теплый мех. Сто двадцать рублей. Цены, конечно... Какие-то ботульки теплые. Сто пятьдесят рублей. Какая прелесть. Девушка сама вяжет. Это что вы говорите? Со спортмастера, да? Да, спортмастера. Сколько стоит такая? Козий пух тут, да? Да, Козий пух. Три пиджот была за три года. Ага, с капюшончиком. Здесь есть капюшончик. Молодец. Я же в Швейцарии пиджак был у сына. Я с него пиджак скопировала. На выступку отправили. В Краснодаре где-то бесит он. А. Такой миланджик. Ага. Шикарный. А он в какую цену? За две отдам. Ага. За две. Толстый такой, теплый. Ага. Шапки теплые наверняка. А это что за шерсть? Это наша овчинная шерсть. Овчинная шерсть. Вот эту померить что ли? Головушкой. Такая шапка. Тысяча рублей. Ну, хочу сказать, что я же не девочка с такими. Так, так, закрылся. Двойная шапка. Тоже тысячу рублей стоит. Но теплая, наверное, да? А нет, это же чистая шерсть. Очень теплая. Ой, какая хорошенькая. Вот за мое приезжает. Покупает, да? Ну, куда? Ага. А, там припродает. Ну, вот это очень теплая. Это такая. Вот что-то как-то не очень, да? Газистая, да? Главное, просто каждое оденете, каждое, каждое идет. Что-то какое-то приплюснутое. Ну, уже поярче, поинтереснее. Такая серенькая. Так, эти шапочки по 800 рублей стоят. Будут уступить еще. Ну, тепленькая вот сейчас к судьбе приехать. Хорошо. Такая бордовая, но она, мне кажется, как-то маленькая, да? Нет, синенькая. 15 тысяч. Ну, что, с покупочкой меня? Шапочный маньяк во мне проснуться. Я купила вот эту серенькую. Крупная вязка. Мне кажется, вот она мне очень даже хорошо. Тепленькая. С курточкой с любой. И цвет серый такой. Под любую верхнюю одежду. 750 рублей. Господи, тут цены такие. А качество? Горка тут, шерсть натуральная. Ну, что надо мне здесь покупать? Как-то он не заветренный. Не знаю. Слава на выход. Купила еще яблочек. Место, знаете, 60 рублей килограмм. Шла на запах. Думаю, боже мой. Да что за аромат такой яблочный? Они такие порепанные. Ну, в общем, настоящие. Не один к одному. Моя погодка прелесть. Ну и все с покупочками у меня. Ну, жилет тут не буду покупать, потому что за полторы тысячи это. И она бы еще ступила. Просто не знаю, куда носить. В квартирах у нас тепло. На работу я не хожу. Не знаю. Подарить некому. Такой подарочек себе купила. Сувенирчик из Каравая, Чиркесской республики. Я про шапочку. Понятно, что в ней в театр не пойдешь. А так выскочить в магазин. На прогулку. Сам эту. Тепло, уши закрыты. Шесть закрыта. Лоб закрыт. И за 750 рублей. Подошла к остановке. Там таксист набирает людей. У него шестиместная машина. По 100 рублей. Все за 26 рублей. Ой, за 26. Да, за 26 минут доехали. До Кисловутска. Так что, девочки, мальчики, кто хочет. Нет проблем никаких. Ну, вот. Как бы для меня особо. Ну, шапку купила. Я, между прочим, буду возвращаться в снег, наверное. В Красноярске. Как раз самолетом можно надеть мне эту шапку. Я хотела сказать, что мне там, как бы, ничего не показалось. Хотела зайти сразу на Нарзанную галерею. Туда дальше подняться. Уже на этих автобусах. Хочу узнать, что там за экскурсия за 1000 рублей по парку. Ну, и если она интересная, то я ее возьму. Потому что сам весь парк не пройдешь. Но все-таки у меня яблоки там, шапка. Сейчас удлинитель купила. Вставать не хочется заезжать. Рядом с диваном нет розетки. Я про телефон говорю. Ну, все, думаю, занесу сейчас домой, пообедаю. Ой, вчера приготовила курицу такая вкуснятина. Она добавила, понятно, морковь, лук, помидорку, бульон. Исключительный. Исключительный. Мясо вкусное. Долго варилась, кстати. Оно желтенькое. Я спросила, говорю, чем вы кормите. Предполагая, что она мне дает кукурузой. Вот так и оказалось. Она говорит, мы кормим кукурузой. Курица. Так. Сегодняшний ролик заканчиваем. Наверное, друзья. До следующего включения. Пока-пока.